Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восадули в огороде. И сегодня я хочу с вами поделиться и вам рассказать, как я готовлю грунт к посеву томатов. Нужно ли вообще это делать или не нужно? Как многие готовят грунт? Есть способов великое множество обработки грунта. Это может быть прокаливание, это может быть обработка кипятком, это может быть прогревание грунта. Ну, в общем-то, способов великое множество. Но не всегда физически ты можешь это сделать. Если ты, конечно, сажаешь там немного, то можно, а если большое количество, то как бы это сложно. Для чего делается? Вообще для чего нужно обрабатывать грунт? Дело в том, что вы очень много, очень часто, вернее, порой пишите, что я посеяла петунью, петунья упала, земляника упала, там еще что-то, томаты падают, заболевают черной ножкой. Потом при высадке в открытый грунт или в теплицу все это хозяйство снова может заболеть фитофторой. В общем-то, очень много заболеваний у растений. Это и мучнистая роса у огурцов. Да не только у огурцов. Вот сейчас пишут мне комментарии, что случилось. У меня стоит петунья, я ее занесла, то есть маточный куст, я его занесла, и он покрылся белым налетом. Вот как раз-таки это мучнистая роса. И чтобы вот этого всего не было, необходимо подготовить, тщательным образом подготовить грунт, чтобы растения себя чувствовали великолепно, начиная от рассады, потом до высадки в теплицу или в открытый грунт. Что же надо делать? К чему можно прибегать? Дело в том, что сами томаты, я сею очень много сортов и гибридов, я сами семена томатов не обрабатываю. Я к этому никогда не прибегаю. Семена томатов я не замачиваю, я всегда их высеваю сухими, потому что они не туго всхожи и всходят, как правило, хорошо. Но необходимо подумать и позаботиться о таре. Во что вы будете сеять томаты? Это может быть что? Это могут быть улитки, ради бога. Это могут быть различные стаканчики. Это могут быть различные контейнера. Ну, в общем-то, можно сеять куда угодно. Куда вам удобно, туда вы и сеете. Я в данный момент, так как у меня очень большое количество семян и очень много, у меня много новых сортов, именно сортов томатов. И чтобы их не потерять, вот такое большое количество, потому что сеешь всегда понемногу, не будешь же сеять, да, там, по 15-20 штук. Сеешь 3-5 семечек. И чтобы они вот не потерялись, вот как раз-таки, почему я и буду прибегать вот к таким стаканчикам. Это не значит, что способ улиток плох, он не плох. Если бы, конечно, я просто вам скажу, я сеяла, да, как бы, чтобы вам не показывать. Ну, даже если бы у меня там и перепутались эти сорта и гибриды, это для меня было бы не столь важно. Но так как я все-таки должна с вами поделиться своими наработками, и действительно ли хороши сорта, я вот буду использовать вот такие стаканчики, контейнера. Почему это не низкий контейнер? Я вам сейчас объясню. Во-первых, вот такой контейнер, очень удобно. Их у меня в ящик встает достаточное количество. Они встают плотно-плотно друг к другу. Высота его, сейчас я вам скажу. Так, высота, так, высота 11 сантиметров, да, ну, так, длина его 10, вот так вот, 10, 11. Я хочу сказать, почему он такой высокий, потому что томатам здесь хватает достаточно места. Я никогда не спешу пикировать томаты в стадии семидолий. Я этого не признаю. И вот как раз-таки в таких стаканчиках, в таких, ну, контейнерочках томаты могут расти довольно-таки-довольно-таки долго. Они не будут вытягиваться, они будут коренастыми. Я вам потом, конечно, все обязательно покажу. Как я поступаю с этим стаканчиком? Я обязательно срезаю кромку, она не нужна, потому что в ящик их встает достаточно большое количество. Я покажу, сколько. И, конечно, необходимо обязательно-обязательно сделать дренажное отверстие. Дренажное отверстие не то, что вот прям вот раз вот так, да, чуть-чуть. Я делаю вот так, посмотрите. Я донышко вот срезаю вот столько. Вы представляете? Вот, посмотрите. Получается вот такая достаточно большая щель. Вот это как раз-таки очень, вот и с другой стороны так же. Это очень-очень хорошо для томатов. Корни не будут загнивать, они будут дышать, и лишняя влага будет стекать. Теперь необходимо позаботиться о чем? О том, что, конечно, надо подготовить сами емкости. Кто-то их моет мурганцовкой, кто просто водой моет. Но все-таки сейчас на рынке у нас есть очень интересный и хороший препарат. Вот он передо мной стоит. Этот препарат называется Персель-6. Для чего вот вообще этот препарат? Этот препарат, он дезинфектор. Он очень хорошо дезинфицирует как вот емкости под рассаду, так и сам грунт. Он убивает все вредные, все вредные микробы. Он убивает все вредные грибы, которые поражают наши растения черной ножкой, потом в дальнейшем, и мучнистой росой, и фитофторой. Он борется с плесенью и убивает всю патогенную флору. То есть он очень хорошо выполняет свою функцию. Но вот, кстати, еще я хочу на нем остановиться чуть-чуть немножко поподробнее. Потому что вы вот задаете вопрос, Юля, а чем вы обрабатываете землю в теплице? И саму теплицу чем вы молите? Вопросов было очень много в прошлом году. Дорогие друзья, вот в этом году я буду пользоваться препаратом Персель-6. Что же это за такой препарат? Я думаю, любителям перекиси водорода этот препарат очень понравится. Персель-6 полностью биоразлагаемые средства. В качестве действующего вещества идет перекись водорода и стабилизатор, который не вызывает коррозию металла. То есть он экологически чистый. Он потом хорошо разлагается в земле, не приносит никакого вреда, он не приносит ни земле. И, в общем-то, им можно пользоваться смело. Для каких целей его можно использовать? Вот в этом году я обрабатываю емкости, в чем я сею семена. Я обрабатываю грунт Перселем. Но это еще не все, что можно обработать этим препаратом. Им можно обрабатывать и погреба, пожалуйста. Им можно этим препаратом обработать бассейн, стенки бассейна, чтобы они не покрывались слизью. Добавить Персель в воду в бассейне вода не будет свести 3 недели. Поэтому, в общем-то, он универсальный. Но самое главное, всегда у нас с вами стоит вопрос, чем же обработать теплицу. Ну, чем ее помыть, чтобы не было злосчастной зелени на стенках, чтобы убить все микробы, все грибы на стенках теплицы. И чтобы в то же время не нарушить каркас теплицы, чтобы ничего с ним не случилось. И вот как раз-таки Персель приходит на помощь при обработке теплиц. Можно обрабатывать как и осенью, так и ранней весной. Обработав теплицу, вы можете еще из леечки пролить и грунт перед посадкой или посевом каких-то культур. Потом можно добавить, когда вы пролили грунт, можно добавить любой биогумус. Пожалуйста, это любители природного земледелия, это можно добавить сияние, это можно добавить байкал. Можно потом добавить любые органические удобрения. То есть мы в данный момент работаем с органикой, а не с химией. И вот как же им пользоваться? Как же правильно пользоваться вот этим препаратом? Он есть вот в таких емкостях, есть в больших вот достаточно, видите, вот в такой большой емкости. Конечно, для мытья теплиц, если мыть теплицы, если у вас их много, то, конечно, лучше купить вот такую вот большую емкость. Во-первых, разводится он один к одному. В данный момент я буду сеять томаты. Мне нужно обработать сами стаканчики и обработать почву препаратом Персель. Я наливаю пол-литра воды в опрыскиватель и наливаю пол-литра Перселя. Наливаем пол-литра Перселя. Все очень-очень вот так хорошо взбалтываем. Как поступаем дальше? Вот в данный момент как раз-таки я вам рассказывала вот про стаканчик. Какие-то стаканчики я буду использовать для томатов. Вот в этот стаканчик я буду сеять, ну, вам покажу на примере одного сорта, я буду сеять по два сорта. Мне это вполне будет нормально. Значит, что надо изначально сделать? Это, конечно, необходимо обработать сам стаканчик. То есть емкость, куда вы будете сеять томаты. Обрабатываем вот так вот, Перселем стаканчик. Можно обработать путем опрыскивания. Это можно его смочить тряпочку и просто протереть стаканчик. Но старайтесь работать все-таки в перчатках, чтобы защитить свои руки. Но удобнее всего, конечно, вот так обработать стаканчик. Теперь необходимо насыпать грунт. Вот для чего я буду обрабатывать грунт? Я знаю, вы зададите вопрос. Юль, у тебя такие грунты, ты в них уверена? Все. Но в данный момент у меня грунт, я не уверена в его качестве. Потому что этот грунт мы покупали, да, зрительно он очень хороший. Мы покупали его в мешках, большие мешки, такие вот, как картошку вы собираете. И нам привозили их на машине. Вот. Поэтому я не знаю, какого качества этот грунт. Поэтому мне необходимо этот грунт обработать, чтобы быть уверенной, что мои растения не заболеют. Что они болеть не будут. Насыпаю грунт, ну, не очень полный стаканчик. Слегка вот так утрамбовываю. И потом я проливаю стаканчик вот именно перселем. Грунт очень-очень хорошо проливаю вот перселем. Теперь необходимо посеять семена. Вот, кстати, вот я вам и говорила, почему отрезать надо именно вот кромку. Вы видите, как плотно, довольно-таки плотно стаканчики встают вот в ящик. Томат я буду сеять царское искушение. Здесь у меня 10 семечек. Как производитель нас заверил 10 штук, так и не обманул. 10 штук, вот тут у меня и есть семечек. Семена все аккуратные, поломанных нет, грязи нет. Но высевать я буду все 10 царского искушения. Почему я буду это делать? Потому что мне очень нравится этот гибрид по своей урожайности. До морозов он дает урожай. Вот, прям буквально куст просто увешан томатами. Поэтому я вот буду высевать все 10 штук. Не пользуюсь ни зубочисткой, ничем, ни шпажкой. Семена сухие, и их очень удобно вот так поверхностно разложить в стаканчик поверх почвы. Как я поступать буду дальше? Необходимо присыпать семена, я буду присыпать биогумусом. В биогумусе в этом я уверена, поэтому я его не обрабатываю, а просто вот так поверхностно засыпаю семена. Слой земли должен быть 2 сантиметра. Почему 2 сантиметра? Почему там не сантиметр, там не пол сантиметра? Дело в том, что если вы насыпите маленький слой земли сверху томатов, томаты, когда будут сходить, они не смогут сбросить вот так называемую шапочку, само семечко. Это тоже очень плохо для томатов. Вы потом начинаете пробовать снимать, и в общем-то, и отщепнете томаты, все это как бы вот неудачно получится. Дальше. Ничем я сверху поливать уже не буду, ничем. Все тут обработано, семена посеяны. Нам только остается что? Подписать. Подписать название сорта или гибрида. Поставить это все в ящик. Ящик я поставлю на теплый коврик. Проращивать семена я буду на теплом коврике. Опять, куда поставить? В темное место или в светлое? Дорогие друзья, если вы понимаете, что, ну, вот мало ли по какой-то причине вы можете проглядеть всходы томата, вы порой открываете, а там вот, ну, тонкие-тонкие, прям вот ниточки томата безжизненные взошли у вас, вы проглядели, все это начинает падать потом. Не надо ставить в темноту. Ставьте на свет. Накройте пленочкой все и на свет, чтобы у вас это все было постоянно в поле зрения. У меня сейчас вся рассада подсвечивается фитолампами. Это для меня обязательное условие. Сколько подсвечивать? Подсвечиваю 12 часов. Без разницы, пасмурно ли, солнце ли, чтоб. Я подсвечиваю рассаду всегда. Прекращаю ее подсвечивать только тогда, когда вынесу в теплицу. Так я ее постоянно вот подсвечиваю. Дорогие друзья, вот сегодня я посеяла томаты, показала вам, как я буду сеять томаты. И параллельно познакомила вас с препаратом Персель. Если кто уже пользовался этим препаратом, мы всегда рады вашим комментариям. Делитесь, пожалуйста. Напишите свои отзывы. А ссылку, где приобрести Персель, мы оставим внизу под роликом. А с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока-пока!